Нет такого утверждения, которое не может быть оспорено, в том числе и это только что высказанное. Так и слышу хор голосов, как же не может, когда очень даже может. Да вы сначала до конца дайте договорить, а потом уж и возражаете. Только рот раскроешь, как уже с тобой не согласны. Ходишь как по минному полю. На самом деле я хотел сказать, что зима очень неожиданное время года. Она всегда наступает внезапно. К ней невозможно подготовиться. Я говорю не про вас, я исключительно про себя. И про тех, кто в результате жизненных наблюдений пришел к похожим выводам. Выхожу на улицу, а вокруг все в снегу. И машина тоже просто возмутительная. Ведь еще и ноябрь не наступил. А я тороплюсь. Я все время точно рассчитал, как и куда я доеду и где в каком часу буду. И хотя по радио предупреждали, что на дорогах гололедится и много аварий, я не поверил, потому что тоже привык всегда и во всем не соглашаться. По радио говорят одно, а в жизни постоянно что-то другое. Я тороплюсь и начинаю нервничать, потому что в свои расчеты времени я не включил, что машину нужно будет очищать от снега. К тому же я обнаруживаю, что не выложил перчатки, засунутые весной в шкаф, неизвестно точно куда, и что их придется искать. А это все драгоценные минуты. И когда я справляюсь со всеми этими затруднениями и сажусь в машину, выясняется, что бензину на поездку может не хватить, и по дороге придется заправляться. Я еду, и все мысли у меня на мотив русской народной песни «Степь да степь кругом». Про имщика, который замерзал в степи, и, как он говорил, мысленно далекому товарищу. Я так понимаю, что товарища рядом не было, иначе бы он его обязательно спас. Ты, товарищ мой, не попомни зла, и в степи глухой схорони меня. И теперь, когда начинается новый сезон критики московского правительства за то, что оно опять не подготовилось к зиме, я, пожалуй, воздержусь, какое я имею право критиковать, раз я сам не в состоянии к ней подготовиться. Кстати, опять про имщика и его товарища. Как бы товарищ узнал, что ему наказывал имщик, если товарища рядом не было? На свете ничего не понятно, включая и рост цен на бензин.